МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Павел Боев, и сегодня я приглашен в гости к знаменитому автору детективных романов Анне Литвиновой. В детстве мы все мечтали, но не каждый может похвастаться, что стал именно тем, кем мечтал. Брату и сестре Литвиновым это удалось. Первая книга, которую написал Сергей, называлась «С именем Ильича». А Аня, в свою очередь, диссертацию. Слоган в рекламе, генезис, сущность, тенденция, развитие. Оба произведения – библиографическая редкость. Теперь брат и сестра Литвиновы – известные билетристы. Пишут они захватывающие, леденящие души детективные истории. И до сих пор не могут остановиться. Анечка, здравствуй еще раз. Хочу напомнить, что мы сегодня находимся в гостях у Ани Литвиновой, известной писательницы. Можно называть писательницей или все-таки писатель? Как тебе больше нравится? Мой брат и соавтор любят слово «билетрист». У великолепного билетриста. Билетристихи. Без стиши. Ани Литвиновой, автора множества детективных романов. Кстати, я сам никогда не был любителем детективных романов. Но, знаешь, я очень тщательно готовлюсь, на самом деле, перед поездкой к людям и прочитал. Мне очень понравился персонаж, полковник Ходосевич. Чем он мне понравился? Тем, что он такой сиборит. Он любитель поесть, любитель хорошо отдохнуть. Ну, не всегда ему это, к сожалению, удается, потому что в силу его... Он немножко похож на Нира Вульфа. Я могу сказать, что мы подражали. Нира Вульфа – это Рекстаут? Рекстаут. Да, да. Это вот который... И знаешь, что мне понравилось в твоих книгах? Интересный язык, хороший русский язык, что немаловажно. Но давай перейдем сейчас от наших героев все-таки к твоим предпочтениям, к предпочтениям твоей семьи. Насколько помню, что с мясом у вас как-то не очень хорошо дела обстоят, да? У нас с мясом получилась полная глупость. Мой супруг, не соавтор, с которым мы пишем, а супруг, с которым мы живем в этом доме, он давно еще сел на арбузную диету. Просидел три дня на этой диете, и когда все закончилось, он перестал есть мясо. То есть у него нет... Настолько очистился, да? Да, то есть с тех пор он не может. Он много раз... Но рыбу. Рыбу ест, курицу ест. А вот говядина и свинина... Первое блюдо у нас, наверное, уже вырисовывается. Это рыба. Красная. Красная. Свежая. Да, свежая. Знаешь, почему красная? Потому что очень много полиненасыщенных жирных кислот и витамина D. То, чего не хватает зимой и весной, всегда не хватает. И это полезно для мозга и для творчества. Что ты хочешь на гарнир? К рису как относишься? После Индии прекрасно. Но мы сделаем итальянское. Это более, скажем так, тниксин в сторону Италии. Это будет рис, это будет ризотто, но не совсем традиционный. Мы добавим туда шпинат. Это что-то типа примаверы, только вместо базилика будет шпинат. Обычный шпинат, который продается в магазинах, уже нарезанный вот такой вот. Но предлагаю тебе начать не с рыбы и не с ризотто, а предлагаю тебе начать с пирога. Я думаю, что ты немножко удивишься, потому что этот пирог мы будем готовить вообще без муки. Причем пирог будешь делать ты, под моим чутким руководством. Для начала миндаль примерно 300-350, ну, 400 грамм миндаля обычного. Причем берем нечищенный миндаль, вот такой необжаренный, просто вот со шкоркой. Почему? Чтобы более насыщенный вкус миндальный был. Потому что если будет чищенный миндаль, это, ну, это будет вкусно, конечно, но не совсем то. Нужно пробить его до такого состояния, чтобы он похож на манку, чтобы он стал. По размерам это как манное зерночко. Я постараюсь оправдать твое доверие. Пожалуйста, начинай оправдывать доверие. Вот, ну, чем тебе не манка миндальная? Понюхай, кстати, как пахнет. Да, Паш, знаешь, я вот, как Маргарита Булгакова, обожаю людей, которые умеют что-то делать классно. Вот я первый раз встречаю мужчину, который не только может испечь пирог, но и испечь пирог вместо муки из орехов. Это что-то вообще, что-то нет. Хочешь маленький секрет? Хочу. Миндаля перевел, наверное, мешок, честное слово. То есть ты пропорции сам импиологически вычислял? Да, я абсолютно, вот, да, вот, совершенно путем опытным. Чуть-чуть соли обязательно. Я всегда добавляю в кондитерские изделия соли немножко, небольшое количество, для того, чтобы вкус не был однозначным, чтобы вкус не был прямым. Ты прекрасный ассистент. Взбить белки? Да, прекрасный билетрист, как мы уже выяснили. Белки, небольшое количество сахара. Я думаю, вот так вот достаточно. Сюда в желтки мы добавим, наверное, раз, два, три, четыре столовых ложки. Нормально? Четыре с половиной. Четыре с половиной. Помнишь, как в фильме «Самогонщики» с логарифической линейкой? Мешок сахара, потом... И еще кусочек сахара. Так, разрыхлитель. Давай, взбивай. Расскажи, пожалуйста, мы выяснили, значит, семейное положение твое, практически выяснили. У тебя есть двое детей. Двое мальчишек, это особая категория. Семья – личная территория. Для нас все время доносились оживленные голоса Никиты и Дани. Они были очень заняты. Сначала спали, потом ушли гулять. А миндальный пирог они поедят вместе с папой, когда с работы вернется. Заверила нас Анна. Я читал, что, по-моему, это твои слова, либо слова твоего брата, что нельзя писать детективный роман, не зная развязки, да? И, зная, в общем, Паблу, лучше не начинать писать. То есть какие-то нюансы можно добавлять по ходу сюжет на сюжет? Корейным образом менять нельзя. То есть ты, как писатель, должен знать начало, продолжение и финал. То есть кто убил, ты уже знаешь. Это единственный, пожалуй, из читателей. Ну, понимаешь, Паша, это было бы то же самое, если бы ты взбил яйца, а потом стал бы думать, а что мне делать с этими яйцами? Ты же все знаешь заранее. Ты знаешь, мы очень хотели написать кулинарную книгу еще в самом начале нашей писательской карьеры. Я надеюсь, вас не покинула эта идея? Мы с этой идеей явились в издательство и сказали, что мы хотим. Слушай, а может быть, мы когда-то это все... Давай. Хочешь третьим стать? Да. Давай. С удовольствием. То есть идея ваша, бензин наш, помнишь? Откуда это? Это из теленка, по-моему. Да, молодец. Теперь что мы делаем? Смотри, аккуратненько. Наше тесто. Ты помнишь, что туда входит, да? Желтки, сахар. Желтки, сахар, белки, сахар, орехи и разрыхлитель. Да, и разрыхлитель, все. Духовка разогрета до 185 градусов. Степень готовности определяется очень легко. Я не буду тебе говорить, какое количество времени, потому что телезрители могут не понять, я их могу неправильно информировать. По одной простой причине, духовки у всех разные. Корочка образовалась. Такая хорошая золотистая корочка. Пирог готов, достаем, остужаем. Можно его разрезать пополам вдоль, пропитать кремом. Можно оставить просто так. И сверху мы, я думаю, с сахарной пудрой сварим соус. Вот, кстати, у нас голубика есть свежая. Предлагаю, знаешь, заняться рыбой? Очень красивый сальмон. Сальман, какое слово красивое. Я предлагаю все-таки, знаешь, сделать цедру, сделать соль, перец и немножко лимонного сока. Давай, вот так вот. Постарайся срезать цедру так, чтобы вот эта вот белая часть не попадала. А не будет горчить цедра? Вот поэтому горчить и не будет она. То есть горчит белая, то, что не попадает. Сама желтая шкурка, она не горчит. Я тебе верю насчет вкуса. Потому что, читая твои книги, понимая, что человек, обладающий вкусом, может такой написать. Человек, у которого, скажем так, не все в порядке, он вряд ли напишет таким красивым стилем. И знаешь, что меня еще очень интересовало? Вот так все у вас так стройно, так красиво получается в книгах, да? Такое ощущение, что вы либо сами работали когда-то в органах, либо вы консультируетесь, как это называется, со специально обученными людьми. Знаешь, в плане органов бог миловал. Но, конечно, нет хуже, когда ты пишешь о том, о чем не знаешь. И, может быть, ты заметил, у нас... Вот поэтому я и предлагаю кулинарную книгу писать вместе. Может, ты заметил, что у нас нету главных героев, милиционеров, действующих, там, следователей, оперы, они появляются только краешком. Ну да. Потому что мы об этом не знаем. Знаешь, что кого-нибудь напоминает, Кунан Буэля? Помнишь, там инспекторы Лестрейт, он появляется так опосредованно, да? Да, и всегда как дурак. Да, 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 как дурачок. Как на контрасте, да, всегда? Слушай, знаешь, у нас насчет точек соприкосновения, да? Насчет детективов мы разобрались, насчет любимых книг мы поняли, насчет предпочтений каких-то в еде мы поняли. Парашют. Ты что, тоже, что ли? Пять лет назад я работал в Челябинске, открывал там рестораны, и решил попрыгать с парашютом, то есть собрал группу единомышленников, то есть своих подчиненных фактически заставил. И мы поехали прыгать, и я сломал ногу. Сломал ее так, что шесть месяцев потом в гипсе находился. Ты на круглом прыгал или на поля? Я на Д-шестом прыгал. А, то есть трехсекундный с принудительным раскрытием. Это парашют, который не управляем абсолютно. Ну, практически не управляем, да? Но зато... Я натянул кеды. Представляешь, что такое кеда и трава? Я поскользнулся, сломал. В общем, ветра надо было садиться. Я знаю, что ты не любишь слово писательница, но мы договорились, ты билетрист. Билетрист, автор детективных романов. Можно это называть профессией? Или это все-таки... Или это любимая профессия, или это хобби, которое приносит деньги? Ну, я имею в виду билетристика. До, наверное, года позапрошлого это было хобби. То есть нам приходилось постоянно чем-то подрабатывать. Но где-то через 7-8 лет упорной работы ты можешь уже жить исключительно на это. Ну, а для этого... Пожинать лавры и стричь купоны. Для этого тебе надо входить, ну, как минимум, в десятку самых вот издаваемых. Ну, вы входите в десятку. В десятку входим, да. Причем, наверное, даже и в пятерку где-то, да? Ну, возможно. Но всего в России издается, ну, где-то тысяч десять писателей. Так что ты понимаешь. Не каждого из этих десятых тысяч увидишь в руках случайно совершенно в самолете либо в поезде. Я часто переезжаю. Просто с места на место. Ну, работа такая, да. То есть я очень много езжу по стране, очень много езжу за рубеж. И вижу, что люди читают. Предлагаю заняться ризотто. Вообще, ты готовила когда-нибудь ризотто? Ела. Не готовила. Для этого уже достаточно лук, чеснок, белое вино, оливковое масло, собственно, рис и горячая вода. Больше нам ничего. А, да, у нас же ризотто вырыли, шпинат. Что ты будешь резать? Лук, чеснок? Давай лук. Умеешь? Давай я тебе покажу. Давай. Пополам. Вдоль. Потом делаем два-три надреза вот таких легких. Не до конца. Достаточно один. Нет, я хочу два. Ну, давай, давай. Упорный человек, упорный. Автор детективов. Теперь в сковородках большое количество оливкового масла, рис и, собственно, лук, чеснок. То есть мы сейчас раскалили сковородку, бросили лук, чеснок, добавили вино. И сейчас мы бланшируем лук и чеснок. То есть мы выпариваем алкоголь. Ой, а какой запах приятный. Смотри, у нас выпарится алкоголь. Останутся только ароматические вещества. Теперь мы сюда высыпаем сухой рис. Понимаешь, да? То есть мы не измельчили воду. Вообще обалдеть. Рис нам нужно слегка обжарить вот в этой массе, да? Луково-чесночный, винно-масляный. Причем нам не нужно его до золотистого цвета жарить. Мы просто делаем так, чтобы он нагрелся и впитал некоторое количество масла. Вот теперь... Вода горячая, да? Вода обязательно горячая. Для чего? Для того, чтобы... Если мы сейчас начнем заливать холодную воду, у нас сразу температура внутри продукта падает. То есть так называемый термический шок. Пока она нагреется, то есть у нас превратится в кашу. В принципе, ризотто и должно быть кашеобразным. Но, тем не менее, каждая рисинка должна быть чуть-чуть альдентой. Чуть-чуть на зубок. РИЗОТО Вообще, ризотто нужно помешивать, конечно, постоянно. То есть всегда за ним следить. Ризотто требует... Вот, к слову, о ленивом блюде. Это совсем, скажем так, не ленивое блюдо. Мы можем сколько угодно смеяться. Вот, отлично. Вот сейчас можно и на некоторое время забыть, что ты говорила о ризотто. Что мы еще хотим сделать? У нас есть ризотто, у нас маринуется рыба. Ну что, Ань, достанем пирог, проверим, что у нас получилось. Готово? Я уверена, что получилось хорошо. Так. Так, Анна, зубочистку. Вставляю и жду. Ждешь 10, либо 15 секунд. Потом достаешь и сразу к нижней губе прикладываешь зубочистку. Теплое? То, что надо. Значит, готово. Теперь форму открываем. Мне всегда в такие моменты страшно. Они не боятся. Попробуй. Классно. Ты знаешь, моя бабушка пекла что-то подобное. В нашей семье это называлось мазурики. Полезный и вкусный. Я думаю, что мы пирог пока отставим, пусть он остывает. Для приготовления миндального пирога. Миндаль неочищенной. Пробить в блендере до манной крупки. Добавить яичных желтков и сахара. Размешать. Отдельно взбить белки до густых пиков. Постепенно вмешивать в миндально-желтковую массу взбитые белки. Запекать в духовке при температуре 185 градусов до образования румяной корочки. Сейчас нам нужно соус сделать для ризотто. Точнее, соус для рыбы. Для этого перец мы кладем в духовку, просто так, не обрабатывая. Пожалуйста, вот на этой терочке, я думаю, что половину пармезана на трех. Можно даже одну треть. Это пармезан, да? Это настоящий пармезан. Я, наверное, доведу до готовности ризотто. Я туда добавлю наш шпинат. И добавлю сливки. Когда сам готовлю, видимо, уже настолько я знаю, как это должно быть, что что-то отключается. Но знаешь, у нас тоже бывает так, что вот редко эти моменты, когда ты стучишь по клавиатуре, и этот момент вроде выключен из жизни. То есть ты возвращаешься, так сказать, в свое тело, когда уже что-то готово. То есть такое ощущение, что кто-то управляет руками. Это, ну, просто фантастика. И потом перечитываешь такие куски, которые ты вроде как трански пишешь. Неужели это я сделал, да? Да, они получаются самые удачные. Наверное, у тебя тоже такое бывает. Слушай, да, абсолютно то же самое получается. Для приготовления ризотто. Одну большую луковицу и пару зубчиков чеснока нарезать кубиками и обжарить на большом количестве оливкового масла до желтоватого цвета. Добавить одну четвертую стакана сухого белого вина, размешать и всыпать стакан круглозернового риса непромытого. Обжарить одну-две минуты. Затем влить горячий бульон или воду, чтобы рис был покрыт полностью. Выпаривать, непрерывно помешивая. Жидкость добавлять еще 3-4 раза, также выпаривая до тех пор, пока рис станет аль денте, то есть со степенью проварки на зубок. Добавить шпинат, прогреть, снять с огня и накрыть крышкой. Можно добавить сливки и сыр пармезан перед подачей. Вот, печем перец, потом остужаем его, снимаем аккуратно шкурку, это я тебе доверю делать. Мы пробьем его блендером, добавим немножко пармезанчику лимонного сока, а потом сделаем такой отход от итальянской кухни и смешаем его с русской сметаной. Что у нас получится? Перечный соус со сметанным оттенком. Крылья. Мне кажется, это будет прекрасно. Фантазия домино. Как ты считаешь, может, мы поставим вместе с перцем рыбу? Ничего же не случится? Это продукт совместимый, в принципе. Тем более они у нас будут совмещаться. Ну и рыба обернута. Да, ставим нашу рыбку. Я думаю, что 5 минут достаточно. И смотри, что у нас получилось с перцем. Он размяк. Да. Теперь даем ему немножко остыть, потому что тяжело будет убирать с горячего. Смотри, как у нас легко шкурка отделяется. Неужели вот это вся наука, запечь перец? Мне казалось, что это как-то очень сложно, миллион хитростей существует. Вот одна единственная хитрость. Я слышал, у тебя какой-то проект существует по поводу помощи начинающим талантам. Ты понимаешь, вот когда мой брат был молодым, а его молодость пришлась на социалистическое время, у него была куча наставников, помощников, кто помогал ему учиться, кто реально вводил его в мир, говоря красиво, большой литературой. Сейчас молодежи учиться негде. То есть существует, конечно, литературный институт для профессионалов. А где-то вот набираться опыта, ну, просто невозможно. И там, а если ты написал рассказ без подготовки, без ничего, и прислал его в журнал или в издательство, скорее всего, его отклонят. И вот, помятуя о том, что у нас с Сережей были хорошие учителя, мы решили и сами помочь молодым. И на своем сайте объявили конкурс детективного рассказа. Больше 300 рассказов прислали, врать не буду, ну, процентов 80 из них, конечно, ну, даже бесполезно делать что-то, но где-то штук 10 было реально хороших. И мы поняли, что, ну, это огромный, огромный, огромный рынок, и в нашей стране талантливых людей, ну, просто тысячи. И, значит, сейчас мы издаем сборник рассказов вот этих вот победивших в конкурсе. То есть в нашем издательстве под плашкой, что Литвинову рекомендую. То есть вы даете людям путевку в жизнь, да? Да, мы даем людям путевку в жизнь. Заработают они на этом немного. Ну, мы сами на первом романе заработали 150 долларов. То есть за 150 долларов наш первый роман купили на корню. Ну, примерно то же самое будет вот и с первыми рассказами молодых авторов. Но у них есть шанс, что лет через 10 они действительно станут достаточно известными и хорошо оплачиваемыми писателями. У нас сейчас выходит вообще свежачок. С пылу с жару, да? Вот как наш перчик. Да, даже может быть еще горячей. Мы с Сергеем его назвали «Золотая девственница». Ну, издательство немножко скривилось и переназвало его в «Золотую деву». То есть роман «Золотая дева» вот должен появиться на прилагах. Вот-вот. Да. Это такая достаточно непредсказуемая, ну, остросюжетная в наших лучших традициях история о женщине, которой так получилось, что она не любит детей. Вот бывает такое? Нет, такого не бывает. Ну, тем не менее, у нее... Ну, это художественная литература, да? Тем не менее, у нее есть прототип. Одна очень известная светская тусовщица стала, в общем, фактически... Очень многое мы почерпнули из ее биографии. Но остросюжетность, конечно, это уже чисто от нас. Ну, я надеюсь, это остросюжетность от вас, а не любовь к детям, это наверняка к тебе не относится. Не, ну, ты знаешь, когда меня дети бесят, я шла и писала какой-нибудь особо злобный кусок. Выплескивала пар и дальше снова начинала любить детей. Такая психотерапия. Перец. Я его очистил, потому что он без шкурочки. Добавляем чесночок. Так вот слегка. Начинаем предварительно. Как будто ты не боишься обращаться с ножами. Знаешь, за 20 лет приучил себя не бояться ничего. Как ты не боишься писать такие, скажем, достаточно кровавые романы? Ну, я ничем не рискую, а ты же можешь случайно попасть под нож. Ну, боюсь, что скорее кто-нибудь другой может попасть под нож. Отхожу. Под нож блендера. Да нет, нет, не волнуйся, я тебя буду оберегать. Лимонный сок. Я всегда ныриваю так вот через пальцы, чтобы косточки попадали. Я смотрю, ты очень хитрый. Хитрый предусмотритель. Ну, можно и так сказать. А что, не замечал в себе хитрости никогда. Смотри, как красивый получается у нас цвет. Не, ну, просто вот я бесхитростная, да, я обычно выдавливаю лимонный сок, потом надеваю перчатки, чтобы не испачкать блюдо, и начинаю вылавливать косточки. А ты просто их продержал на руках. Это прагматизм. Спасибо, Аня. Ты прямо знаешь, как литературный негр, ты всю черновую работу исполняешь. Нам, кстати, очень часто задают вопросы, на сайте спрашивают, есть ли у нас негры. А есть ли у вас литературные афроамериканцы? Вот так вот сейчас. Пока им объяснишь, чего ты хочешь от них, проще сесть и написать самому. И, мне кажется, откорректировать впоследствии, да, все-таки сложнее, чем самому написать то, что тебе хочется. Да, да, ты совершенно прав. Смотри, что у нас получилось. Открываем фонтет. Ты заметила, да, что в рыбе у нас совершенно нет масла. То есть мы не использовали масло. Смотри, как красиво у нас цедра, да, получилась. И вот теперь, когда мы будем отделять, у нас шкурочка поделится прямо вместе с этой бумагой. Просто суши. В принципе, у нас все готово. Сейчас надо будет достать тарелки, сервировать все это. Я думаю, что мы можем уже садиться за стол, пробовать, обсуждать. Смотри, какой у нас простой соус получился, да? Ты, кстати, заметила, что ты делала вообще? Или я тебе просто подавал, и ты на автомате все мешал? Это была сметана и голубика. Сметана, сахар и голубика. Все, все очень просто. Если хочешь, можешь слегка подавить ложечкой, чтобы цвет дал, дали ягодке цвет. Какой аризонт. Будешь пробовать? Да. Ты знаешь, как... Нет, 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 остановись, остановись. С ножа пробовать? Нет. Пальчиком. Всегда пальчиком. Как говорит мой папа, вэри люкс. Смотри. Подделяем нашу рыбку. Смотри. Кожица наша остается. Слушай, это вообще здорово. У меня муж ненавидит кожу, а я не умею снимать ее. Так. И чего? И если я сама сделаю, у меня тоже кожа? Да, я... Ты знаешь что? Давай я сделаю вот эту тарелку оформленную для тебя, а ты оформишь для меня. Справедливо? Справедливо. Для приготовления лосося рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона и дать постоять помариноваться. Затем завернуть в кондитерскую бумагу и запекать 5-7 минут. Сколько бы ты мне положил на ризотто? Вот теперь проверим. Бескорыстный ли ты человек? Как ты считаешь, пармезанчика немножко на ризотто сверху? Слушай, ну ты меня любишь, по-моему. Ты меня полюбила после сегодняшнего нашего занятия. Соус. Давай соус я сам себе подошу. Так. По-моему, достойно получилось. Супер. Вот жалко, что мы не можем заснять, насколько вкусно это пахнет. Если вы хотите пригласить загородную жизнь в гости, так и скажите. Приходите к нам в гости. Напишите нам, позвоните нам. Павел Боев приедет к вам и приготовит ваши любимые, гениальные, вкусные, обалденные блюда. Мало того, что он вкусно готовит, он еще и зарядит вас своей исключительной, положительной и очень доброй энергией. В точку. Это я. Это ты. Это я. Анна Литвинова и наш повар еще долго беседовали за поеданием совместно приготовленных вкусностей. Столько точек соприкосновения, любовь к детективам, кулинарии и парашютному спорту. Шутка ли? Договорились встретиться и прийти в гости вместе на дачу к брату и соавтору Анны Сергею. И даже получили его предварительное согласие. Субтитры подогнал «Симон»!